Весело и карнавально. Каждая команда поддерживает свой образ. Кто грилом и костюмами, кто просто атрибутикой. Каждый праздник стараются сделать тематическим. В этом году его посвятили Году театра. Конкурсы и задания соответствующие. Подумали, посоветовались, выбрали себе. Замечательно вообще. И потом слова учить не надо, очень удобно. Да, можно просто... Мимо повелителей сцены, гастролёра, реликин, названия команд тоже соответствуют теме. И участвует их с каждым годом всё больше. По желанию участников упор стали делать и на спортивные испытания, а на культурную часть. Получается большой весёлый капустник. Мы всегда для всех делаем праздник. И один раз в году изнутри вылазит ребёнок, который хочет просто подурачиться и побаловаться сам для себя. А самое как лучше это сделать. Это лучше сделать на сцене. Попробовать себя в разных ролях. Разные роли достаются даже участникам эстафеты. Но костюмы красной шапочки или бабы-яги всё равно придётся облачаться прямо на ходу. Каждая команда у нас надевает свой костюм. У каждого человека и бежит от этапа к детапу, чтобы одеть своего сотрудника и пробежаться дальше. Это всё ещё на время. Нужно, чтобы каждый помогал друг другу, и чтобы была сложность. Самое сложное – бежать в ластах, поэтому участники выкручиваются как могут. Приходится постоянно импровизировать, накладывать грим, входить в заданный образ или исполнять детскую песню в иной стилистике. Зимой и летом стройная, зелёная была. Главное – кураж, я считаю, отдохнуть душой от суеты, от мирской. Набраться сил, энергии, тем более на природе. Театральные монологи в неожиданных образах знакомы и сюжеты с новым подтекстом. Работники домов культуры, участники самодеятельности готовы к любым заданиям. Экспрессивно и задорно, и, конечно, с чувством юмора, они выходят из любых ситуаций, создавая общую атмосферу весёлого праздника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова